В турнире Росто ДСАФ награждают самых метких стрелков, участников всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия памяти Яна Эйбензона. Мужчины и женщины, юноши и девушки. В общем, 70 стрелков из Омской районов области. Мы выступаем на уровне уже очень высоком. Наши результаты под стать результатом всей России. Поэтому мы можем с большими успехами приехать в будущем и в всероссийских соревнованиях, и в других городах. Очень приятно, что, как говорится, стены родные поддерживают. Ян Эйбензон, чье имя носит турнир, заслуженный тренер России, воспитал не одно поколение великих спортсменов. В 1987 году Эйбензон стал единственным в мире спортсменом, получившим звание снайпер СССР. Я хочу от лица министерства, от лица правительства Омской области поздравить вас с этими великолепными соревнованиями, которые по праву, ну, конечно, хотелось бы, чтобы в более красивых и хороших условиях они проводились. Но, насколько я владею информацией, что подобного тира на территории Сибири и Дальнего Востока нет. Хочу пожелать успехов. Уже добились успехов. Соревнования ваши продолжаются. Хочу пожелать удачи. Хочу пожелать, чтобы эти соревнования были, ну, какой-то отправной точкой для всероссийских соревнований дальнейших. Имена воспитанников школы Яна Эйбензона сегодня на слуху. Мастер спорта международного класса Дмитрий Лыкин, Роман Марченко и, конечно же, дочь Юлия Эйбензон. Примеры достойные. До 10 сентября будут стрелять по мишеням участники турнира. И кто знает, может быть, именно здесь выстрелит какая-нибудь новая звездочка стрелкового спорта.